добрый вечер добрый я злоткарина вы откуда я сам с украины о чем беседуете могу побеседовать ну не о всем ну давайте побеседуем хотя бы о литературе какой-то литературе много читать ну свое время сейчас не очень потому что сейчас интернет и так далее сейчас интернет сейчас легче наоборот читать я бы не сказал книга намного приятнее интернет да сейчас так тебя просто-напросто спихивает на такие рассказать нищечки что отвлекают от чтения понимаешь рекламовыми но можно скачать же книгу например сейчас искать попроще книжку взял скачал нету не причем здесь реклама ты меня не понял я имею ввиду всякие stories и фейсбуке вот такое мнение можно с книгу любую скачать раньше надо было книгу с собой раз по моему реклама никто не смотрится же пытаются отключать отруча отключать сейчас просто-напросто что-то как по мне я честно говоря я боюсь будущего сейчас данный момент все люди просто-напросто очень вдолбились вот эти вот 10-15 секундные ролики в stories ах вот так они листают листают эту ленту вот это ты точно также наверняка я не вот наоборот люблю большие ролики посмотреть сел покушать смотришь минут на 20 ролик ну или так или так но это тоже самое принципе и просто-напросто такого художественного произведения ты не ощущаешь как будто ты допустим прочитал множество романов там допустим того же джек лондона или так далее и тому подобное а вот это вот то что бежит перед тобой даже в 20 минутных роликах это одну но не знаю честно говоря люди убивают так время сейчас раньше по-другому убивали сейчас убивают так раньше брали газетку там что-то читали выбивали время так в метро сейчас телефоне убивает время я просто я по-моему сказал я просто боюсь за будущее вот и все будущее оно неизбежно нет и будущего никто не боится это во-первых а во-вторых понимаешь как бы тебе донести мою мысль нет той так сказать и нет того общения что ли нет того сейчас какое-то общение такое вот ну ты сам прекрасно понимаешь что вот сейчас люди приходят на встречи допустим где-то сидят все вот так вот с гаджетами там чего-то там там клацают перекладываю там какое-то общение начинается потом оп обратно в эти гаджеты ну и вот так вот знаешь я представляю что будет лет так ну через блять не знаю 10 ну ладно 8 там ну там плюс минус такое вот что вот тогда будет вот просто мне кажется на столе уже вроде не могли общаться они ничего не читали читать не умели большинство еще раз сто лет назад много людей даже читать не умели ведь как двигается потом начали газеты читать потом начали еще потом все научились читать прогресс идет не факт что да дальше будет хуже может быть будет по-другому но не факт что хуже вы боитесь этого потому что это не так как вы привыкли вот для вас это и непонятно просто вы не провожают жили в другом понимаете тогда вот они люди же они жили для них компьютер это вообще это ну бесовщина сейчас в каждом доме компьютер слышишь ну скажи а по-твоему хорошо было когда там хорошо где нас не знать так говорю не ну ты все пытаюсь загадками будущее хорошо где нас нет просто-напросто человек загадка просто-напросто скажи как по-твоему на твой взгляд вот тебе я смотрю плюс-минус 35 а где-то да да чуть побольше чуть-чуть ну вот смотри ты когда тебе было лет десять-двенадцать тебя друг со школе со школы звал погулять допустим на улицу как захар пойдем гулять вот-вот-вот видишь чего я хочу от тебя это услышать знаешь как тебе как тебе но вот то время было так то детство это ностальгия называется по детству нет это понятно это на сальге было по детству я имею ввиду не то и ностальгию что я имею ввиду я имею ввиду я имею ввиду вот это приятное человеческое общение вот я это имею ввиду понимаете говорить слово хорошо или плохо не уместно было по-другому это не это неплохо и нехорошо было другое время она была другая она неплохое нехорошая она другое и она была час другое не тоже не плохое нехороший она другое но мне я не вижу здесь ничего плохого здесь что-то по-другому что-то лучше что-то хуже но в целом просто другое а дальше будет меняться и будет опять другое но не факт что плохое а как по твоему когда допустим но я может коснуться чего-то такого может и не нужно касаться вот когда вот молодые люди встречаются общаются заводят новые семьи так сказать вот ну да получается обратно же новое время новые технологии обратно же тоже общение в новых технологиях человек подстраивается человек подстраивается поток как время идет под технологии подстраивается раньше вообще знаете когда со сватами приходили там родители за там решали за кого-то там же выйдет потом поменялось и вот и каждый раз каждое поколение меняется меняется и по-другому живет это неплохо просто по-другому это просто по-другому да ты прав просто она двигается да сейчас я смотрю я вспоминаю как я маленький играл по-другому сейчас дети так не игра час на улицу детей вообще хрен вытащишь вот такого возраста там грубо говоря там 10-12 лет сидят они в компах ну а у них все поколение такое это неплохо не хорошо она такое поколение следующее будет езда еще по-другому будет вести себя мне вот интересно вот как будет ну те дальнейшее поколение вести себя просто-напросто как вот в тех фантастических фильмах про хищника вот так вот эти перед переписываться этими эсэмэсками вот так цик-цик-цик-цик-цик ну для них это будет понимать в чем смысл для них это будет нормально потому что они не знают как жить по-другому они будут жить изначально в этом ну вот но наши родители по-другому жили мы по-другому следующее поколение тоже они не знают как жили до этого люди они же нас не понимают что надо пойти погулять там поиграть в салочки поиграть там в прятки в казаки-разбойники они не знают этого не в это не играли для них это и ну непонятно они это не переживают да ты знаешь на говорят и прав полностью полностью прав тут с этим не поспоришь они уже они с другим набором растут и для них это нормально и для них это прикольно главное что для них это нормально ладно хорошо слышишь но что ты чем живешь чем дышишь где двигаешься да я ничего сижу это фрилансер это имеется ввиду что фрилансер фрилансер сижу на себя работаю дома я имею ввиду что-то какие-то сайты разрабатывая за что такое дизайн 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 а дизайнер офисный дизайн ты так и говорит я понял какой 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 дизайн графический дизайн графический дизайн а это имеется ввиду оформление помещений каких-то памяти зданий ну не то что может логотипы там обертки там наклейки футболки одежда там мир а то есть моделируешь вот эти все я именно рисую со стороны именно картинку сам логотип грубо говоря вот голодать логотип надо придумать и нарисовать я смотрю у тебя офис модный такой у тебя сзади пейзаж такой вообще оригинальный такое ну да временно и время так то я таксист временно так у меня бизнес знаете как говорит как все как все это точно да у меня свой бизнес сейчас таксист как у меня дядька постоянно говорил еще посмотрите сейчас я приеду на машине еще на кабриолете вот увидите так всю жизнь так всю жизнь и говорил я недавно общался с человеком он проектирует сайты но такой диалог был и я просто закачался имеется ввиду чего вот смотри вот допустим ты поисковике пишешь какой тебе сайт надо ну не сайт а что ты хочешь от гугла чтоб у тебе предоставил допустим я хочу там то-то то-то это запрос как да запрос поисковике и тут ты называл называю называешь enter и тебе выскакивают рядок сайтов я у него спрашиваю слышишь как ты умудряешься гуглу заправить мозга чтобы этот сайт который тебе заказал клиент выскакивал в первые позиции понимаешь но это проплачено на этом есть я закачался это такое шоу это вообще я тебя передать не могу ты знаешь но работа очень увлекательная такая это я честно говоря жалею что я не выучился на это и этим не занимаюсь честно говоря но в то же время человек это говорит это у меня первый выходной с февраля а так постоянно в работе это первых она у него бывает такое заказ какой-нибудь возьмут и надо пахать дедлайны все же все жестко а поддерживать поддерживать сайты которые допустим ну заказал чтобы он выскакивал там в первых рядах пир в первой хотя бы десятки или там пятнашки там я не знаю если человек и это говорит все не сразу это работает там клиент заказала это работает там через пару месяцев там но это все не сразу я говорю слышишь ну работать все не сразу а как там допустим по бабу летом как вот оплата допустим как это все не сразу а вот это самое говорит ну вот так ну там у них предоплата есть а потом они работают до результата увидят это сказать прибыли это сказать и ну все вот эти дела и тогда только лишь расчет человек может ездить когда захочет куда-нибудь там на шри-ланку или на гуа там типа такого плюс никогда захочет а когда время видимо есть или когда время есть это газовое дело с его дедлайнами не получится слышь я хочу хотел спросить ну а у тебя в основном по клиентурии что заказывает в основном за по-разному сейчас по-разному логотип допустим пару заказал там логотипы часто логотипы логотипа имеется ввиду но у своих каких-то фирма всегда но открывается фирма на какая-то логотип же нужен всем мы как бы ну во первых логотип иногда для печати нужен вообще принципе иногда так для какой-то там визитки ну грубо говоря вот вот типа говоря вот логотип но у porsche до porsche да да и вот логотип допустим porsche и вот у porsche логотип вот такой porsche но просто-напросто ты пытаешься нарисовать какую-то картинку такого да простую картинку логотип и типа значка такого какой-то значок да тебя просто нужно знать название фирмы чем занимается вот так и ты придумаешь какой-то за до название чем занимается какая какой целевая аудитория какая ну а если не секрет плюс-минус но что ты берешь завод изготовления такого логотипа плюс-минус все по-разному от 30 до до 200 тысяч рублей имеется виду рубли конечно из россии а 30 до 200 тысяч ну короче работа есть да да работаем работаем по разным иногда и вообще без работы связи да ну такой прям совсем нет ну можно но не долго больше много бывает что поменьше так и было короче плюс-минус работа есть но я понял так что так вы катаетесь 0 данной машинки зачем на машинке ну на машине а ну как катаюсь работаю вас там дом но я все равно так условно да ну вы по европе да где да да сейчас больше всего возить все что угодно начиная от целлюлозы заканчивая стройматериалами памперсами какими-то промышленным оборудованием недавно вез винты для какого-то этого самого как это назвать в мореходстве это называется ну вот этот тральщик нейтральщик а буксир буксир вот вот ну вот все что угодно на украину заезжаете или вы только привык я нет я на украине не живу я давно уехал с украины но я родился и вырос на украине но уехал то что поляки говорили там по закрывали границы нет такого там не катается по закрывали по закрывали границу но там у них свои мутки там с этим зерном такая блять херня с украины они сказали вроде закрыли даже с германии с литвой вроде как нет 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 с германией нормально вот я сейчас стою на границе я сейчас домой еду потому что праздники вот скоро на следующей неделе самая церковная эти нормально ничего не пробок ничего нет а то что теперь в новостях было что они там с германии что-то закрывается все нормально там а на этом самом на франкфурте одер переход как если с варшавы идти на берлин вот этот по центру ну так биографии немножко ориентируешься ну плюс-минус с варшавы идти на берлин по прямой и не верхом не низом а именно по прямой там такая автовая страль в польше а2 который переходит а 12 по моему там был ремонт вот и здесь ремонтом просто было перекрыто в табам по-моему 2 или что-то такое и там кое-какие объезды были туда-сюда ну это но я не знаю это особо не связано ни с политикой ничем просто-напросто одну ремонтная работа технологии короче нормально там нет права да с этим проездная дорога везде как бы это самое бастуют ральники но ральники это фермеры по-польски постую до кое-где а сейчас уже немножечко приутихли а граница украина польша да там перекрыта на ягодин этого самого еще там пару переходов ну там просто украинским зерном произошла непонятно высыпали там все но не ну да это это уже тонкости это такое я просто хотел сказать в общем просто напросто некоторые украинские барыги по закупали зерно по 100 евро за тонну ну либо 100 долларов за тонну и решили быстренько от него избавиться большие очень большие объемы а это польским производителям зерна очень здорово не понравилось заблокировали этот поток вот и все и попали под раздачу и только эти зерно зерно трейдеры а все а все и оттуда скопились вот эти большие очередя по до 1000 машин там скопилось плюс-минус может меньше ну это этот вопрос он как тебе сказать он он решится рано или поздно может какой-то понятно все решится но это не столь важно это такое дело ну ладно спасибо поговорили пойду дальше доброго удачи давайте porsche если что если что это porsche